МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Комитеты по подготовке к Чемпионату мира 2018 года по футболу вернули прежний статус. Ранее он был, напомню, объединен с Министерством спорта. Это оказалось неэффективно. Почему обратно вернули этот статус? Здесь дело не в эффективности. Здесь дело в том, что нужна структура межотраслевая, позволяющая, с точки зрения своего функционала, координировать работу ряда отраслей. И в части подготовки к Чемпионату мира, конечно же, позволяющей задействовать все возможности и строителей, и инженеров, и тех, кто работает с энергетикой, и тех, кто работает по логистике, управления в дальнейшем уже построенных спортивных объектов. То есть учет наследия для дальнейшей эксплуатации стадиона или тренировочных площадок и так далее. Естественно, здесь же сочетание и так называемого позитивного образа чемпионата, то есть здесь и медийные возможности нужно использовать. Одним словом, вот такая координирующая межотраслевая структура должна существовать. И вот, так сказать, сливать это направление с одной из отраслей, со спортом, скажем, или только со строительством, конечно же, неразумно. Губернатор сделал очень правильный шаг, он инициировал поправки к закону о системе органов госвластия в регионе и снова дал возможность жить, существовать и функционировать вот такой межотраслевой координирующей структуре. Естественно, что этот шаг был поддержан, приветствовался, и более того, мы получили позитивный отзыв по этому поводу министра спорта России, Дален Чемутко, который своим письмом от ноября прошлого года как раз и указал на необходимость существования именно такой структуры. Но пока происходили все эти процессы, присоединили, разъединили обратно, не затормозилась ли сама работа подготовки? Нет, ни в коем случае работа не останавливалась. Бюрократические перипетии в любом случае не отразились на энергии и на активности тех, кто готовит чемпионат. У нас сейчас на сдаче, практически на экспертизу, находится второй этап проектирования стадиона, ключевой этап проекта. У нас сейчас очень активно проектируется ряд объектов, которые связаны с инженерией, ряд объектов, которые связаны с коммунальным обеспечением. У нас уже понятна логика наших действий в рамках энергообеспечения будущего объекта стадиона. Мы уже провели необходимые встречи и, более того, нашли решение технического характера и по энергетике, и по линии теплоснабжения, и по водоснабжению. У нас сейчас довольно активно прорабатывается вопрос по алиментам наследия. Мы приобретаем масштабный опыт «Альбас-арены», тех наших коллег, которые могут задействовать западный опыт из «Спортфайфа», из западной организации, которая может этим опытом делиться. И аналогичные контакты, контракты даже с этой организацией у нас уже сейчас находятся на стадии заключения. Мы рассчитываем этот опыт в обязательном порядке учесть при проектировании следующих этапов. Я думаю, что в этой связи мы не только не отстаем, мы, собственно, из регионов 11, которые участвуют при подготовке к чемпионату мира, находимся в передовиках. Мы в настоящий момент второй регион, который находится на сдаче проекта в экспертизу федерального уровня. Это первая часть опроса, и могу напомнить, что мы из 11 регионов, третий регион, что согласовал свою программу по чемпионату мира с федеральными ведомствами, 12 федеральных ведомств, мы получили поддержку, и мы в ноябре прошлого года получили соответствующее постановление правительства региона по утверждению нашей региональной программы. Эти 24 миллиарда рублей, которые обозначены в программе по подготовке чемпионата мира, они понятным образом разбиты на этапы, естественно. Естественно, определены источники финансирования по каждому направлению и определены исполнители, что для нас очень важно. Сейчас мы инициируем проверки такого инициативного характера с точки зрения правительства региона и комитета по подготовке к чемпионату со стороны регионального уровня, чтобы и муниципальные власти очень активно подступались к проектированию своих объектов. Это связано и с водоочистными сооружениями, это связано и с сетевыми направлениями теплового хозяйства и так далее. И я рассчитываю, что у нас вот этот полный контакт между городом областью, областью и Москвой в обязательном порядке сохранится. То есть вы говорите, что все идет по плану и демонтаж стадиона, как и было запланировано, начнется летом. Скорее снос стадиона начнется, безусловно, летом нынешнего года. Чтобы мы могли полноценно с чистой душой приступить к этой важной процедуре, нам необходимо, конечно же, вовремя отремонтировать стадион имени Логинова в Волжском и благополучно дать возможность клубу «Ротор» там дальше продолжать свои, так сказать, деятельности. Я очень хочу, чтобы мы успели. Более того, мы взялись вместе с мэром Волжского за эту важную работу. Все это находится под патронажем и кураторством губернатора области Сергея Анатольевича Бажанова. Я думаю, что все будет в этом смысле достойно. Я думаю, давайте поясним телезрителям, что вдруг кто-то еще не знает, что в связи с тем, что центральный стадион будет демонтирован, снесен, и там будет стройка происходить, то временно тренировочная база для «Ротора» становится стадионологией Логинова в Волжском. Временно на уровне рабочей группы, которая собрана и создана по указанию губернатора, принято решение до появления более совершенных и более замечательных площадок для игры. Но в любом случае, до этого времени, до постройки, по сути, стадиона нового, конечно же, «Ротор» будет играть на стадионе имени Логинова. Для этого предпринимаются меры по софинансированию ремонтных работ. У нас недавно было соответствующее совещание. Ну, я окончательную цифру называть не могу, но предварительно, с точки зрения тех данных, которые мы получили от мэрии Волжского, цена вопроса, то есть цена частичной реконструкции, в основном ремонтных работ на Логинова, около 80 миллионов рублей. Соответственно, при паритетном софинансировании полагаю, что мы вовремя обеспечим эти источники и, конечно же, проведем правильную ремонтную работу. Почему именно стадион в Волжском? Ведь выбор стал между «Зенитом» и стадионом Логинова. Почему на него пал выбор? В силу первой объективной, большей готовности, чем иные объекты, удобство с точки зрения размещения подъездных путей, больше пространства для парковок и так далее, и, конечно же, собственно, больше чаши самого стадиона. Вместимость на Логиново выше, безусловно, чем на тракторе или, скажем, на «Зените». А суммы, необходимые для реконструкции и ремонта, значительно меньше требуется Логину, чем, скажем, тому же «Трактору» или тому же «Зениту». Так что здесь выбор достаточно объективен и по средствам, их надо учитывать в условиях кризиса, безусловно, и по, так сказать, нюансам, связанных с готовностью. Понятно. Ну, еще давайте из сегодняшних событий. Состоялся организационный комитет по подготовке к дельфийским играм. Они пройдут весной у нас в регионе. Что нового? Что еще запланировали? Тут не еще планируем, а выполняем то, что обещали, назначено, и то, что стоит в программе по проведению дельфийских игр. Это очень важно. Потому что власть должна быть ответственна и свои обещания выполнять на все 100%. Мы вот буквально сегодня собирали оргкомитет. Это очередной же оргкомитет по подготовке к дельфийским играм. Указание главы региона было получено в этом ключе очень четкое, встроенное, понятное для нас. Мы, могу сказать, находимся на хорошей стадии готовности. У нас уже есть все договоренности с гостиницами, которые будут принимать на гостей. Мы имеем уже соглашение с более 80 регионами России, которые будут присылать свои делегации под эгидой каждого губернатора в рамках каждого региона. У нас уже есть согласие ЮНЕСКО на признание подобного рода мероприятия. У нас есть согласие западных партнеров, потому что эти дельфийские игры не только будут носить российский характер, но и, по сути, межевропейский характер. У нас есть понимание, что по меньшей мере 2500 участников только будет обеспечено в дельфийских играх на территории Волгограда. Я напомню, что сами дельфийские игры будут проходить со 2 по 8 мая. Мы ожидаем, конечно же, присутствия здесь и руководства правительства Российской Федерации. Мы, безусловно, рассчитываем на то, что и президент дельфийских игр, Паня Владимирович Николаевич, мы только что расстались и занимались оргвопросами. И наш глава региона очень четко, понятным образом обозначит вопросы перед, по сути, и приглашаемыми лицами, и участниками, и всеми земляками, которые будут переживать за проведение самих игр. У нас более 32 площадок будет задействовано на территории Волгограда и Волжского. Если учесть, что делегация, скажем, представительская функция только нашего региона такова, что мы из 2500 участников, 316 участников – это Волгоград, это Волгоградская область. Это самое многочисленное явно. А что в этом дурного? Это очень здорово. Мы гордимся нашей культурой, мы очень хотим, чтобы наши ребятки здорово себя проявили. У нас 29 номинаций. Это очень серьезная системная работа, безусловно, затратная, но при этом очень и очень правильная. Мы меняем, ну, скорее так, мы, как мне думается, улучшаем имидж региона, мы показываем лучшие его стороны. А, конечно, достоинства любого региона, да и страны, это люди прежде всего. Так что я полагаю, что в этой связи работа ведется очень активно, и результат будет очень хороший. Но нельзя не отметить тот факт, что теперь повышен статус дельфийских игр, постановление правительства. Более того, фунт ЮНЕСКО взял, подсыпают по патронатуру. А я с этого начал. ЮНЕСКО дало нам одобрение. Правительство Российской Федерации, безусловно, одобрило самопроведение дельфийских игр России и участие европейцев в этом процессе. И, конечно же, оргвопросы все согласованы с Министерством культуры Российской Федерации. Так что в этом ключе мы действуем абсолютно адекватно и четко. Ну, вот вы говорите, что мы культурой своей гордимся. Вот на недавнем прошедшем общественном совете при Министерстве культуры, которое состоялось, и были озвучены не совсем гладкие факты, и говорили о том, что чуть ли не на грани краха наша культура в регионе. Негладкие факты могут касаться не сферы культуры с точки зрения деятельности тех или иных коллективов и организационных моментов, а есть сложности с финансированием. Конечно, есть. Но денег много никогда не бывает, что называется. Есть, конечно же, свои проблемы с финансированием, особенно с тем, что от 2013 года досталась некая кредиторка на 2014 год. Но любые денежные проблемы, они все равно решаемые. Сейчас Министерство финансов области получило нужные вводные, кредиторка погашается. Я рассчитываю, что в ближайшей перспективе проблемы денежного характера решатся. Но, еще раз, это не умаляет ни необходимость проведения дельфийских игр, ни их значимость. Более того, напротив, мы имеем возможность подчеркнуть, что в год культуры регион не только, так сказать, готов финансировать те программы, которые существуют в рамках региона, но и брать на себя повышенные обязательства в рамках проведения дельфийских игр российского уровня. Так что это очень достойно и хорошо. А чтобы нам было кого посылать на эти дельфийские игры и прочие фестивали творческие, нужно, чтобы культура у нас процветала, и чтобы все наши учреждения культуры хорошо жили, себя чувствовали? У нас не только будет и было, так сказать, кого посылать. У нас 316 уже сформированных участников. Это очень здорово. На самом деле, Серебряковка, музыкальные школы, центры искусства, иные сферы культуры, иные подразделения отрасли культуры на высочайшем уровне готовят специалистов. Поверьте, я уверен, что мы за нашу культуру переживать в этом исключении не будем. Хорошо. Мне ведь некоторые опять же говорят, что в связи с новой системой оплаты труда, которую ввели не так давно, что некоторые чуть ли не меньше стали получать. Вы говорите сейчас о том, что ряд муниципалитетов запоздалым образом принимает решение, о переходе на новую систему оплаты труда, и некоторые вещи, связанные с существованием муниципальных надбавок, например, в театральной сфере, в рамках 100% надбавок, которые существовали. Ну да, сейчас мы искали в Волгоградский театр. Или 25% надбавок, которые в свое время мы в Волгограде платили. Эти надбавки или поглощаются при переходе на новую систему оплаты труда, так сказать, новой денежной формой, либо вовсе не учитываются. Эта проблема существует. Но ведь нужно с тобой встречаться, разъяснять эти моменты. Проблема эта заострена на муниципальном уровне. Мы, безусловно, проводим встречи и с Департаментом по культуре Волгограда, и с некоторыми другими нашими коллегами из других муниципалитетов. Мы ставим этот вопрос. Здесь, конечно же, в очень большой степени нужно увидеть адекватную реакцию местной власти, потому что речь идет прежде всего о муниципальной сфере культуры, не о субъектовой, не областной. Конечно же, есть сложности. Я вовсе не говорю, что у нас все безупречно и, так сказать, абсолютно адекватной реакции мы получаем от всех уровней власти. Нет, есть проблемы. Но это проблемы решаемые. Если должным образом депутаты Гурдумы, скажем, или остальные наши коллеги отнесутся к подобного рода сложностям, то, конечно же, при поправках к бюджету эти вещи нужно будет учитывать. Еще раз, нужно пережить сложный период кризисный. Пережить, сосредоточиться на главном и сделать так, чтобы мы по многим показателям, в том числе и по сфере культуры, не упали. Так что уверен, что и городские руководители выход из этой ситуации найдут. Я думаю, вы со мной будете солидарны в мнении, что за подготовкой к проведению больших фестивалей, больших мероприятий не нужно забывать, как правильно говорить, о муниципальных учреждениях, о рядовых учреждениях культуры. Безусловно, забывать ни в коем случае нельзя. Но и тянуться к лучшим показателям, к тем направлениям, которые нужно будет заимствовать у регионов, ушедших чуть дальше, тоже нужно. Обязательно в порядке. Но, тем не менее, большие начинаются с малого. Спасибо вам огромное за беседу. Я напомню, что в гостях у нас был первый заместитель председателя правительства Волгоградской области Роман Гребенников. Роман Георгиевич, еще раз вам огромное спасибо и до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова